Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью» в студии Кристины Якупова. В Республике с начала 2023 года запущен проект, инициированный главой Айсеном Сергеевичем Николаевым, новая модель организации первичной специализированной медицинской помощи в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, расположенных в Арктической зоне Республики. В феврале мобильные бригады врачей работали на местах. Об итогах оказания специализированной медицинской помощи населению Арктической зоны нам расскажет гость студии Артем Ксенофонтов, руководитель Республиканского центра мобильных бригад. Артем Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Когда было принято решение о запуске проекта Республиканского центра мобильных бригад? Это проект полностью, как вы сказали, инициированный Айсеном Сергеевичем, нашим Ильдарханом, и он был создан на базе Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, как структурное отдельное подразделение. Разработаны положения, мобильные транспортные карты. И уже в начале февраля начали уже вылеты наши арктические районы. Туда входят 13 наши арктические районов нашей республики. Это труднодоступные, отдаленные, малочисленные начеленные пункты. И целью, конечно же, является доступность для каждого человека, чтобы он никуда не выезжал из своего места жительства. И узкие врачи сами уже пролетаем или приезжаем и полностью оказываем медицинскую помощь. И новшеством является потом, после того, как они будут осмотрены, если какие-то специалисты сочтут, что ему нужно дальше наблюдаться у врачей узких специалистов, мы знаем, что в Арктике есть некоторый дефицит, то мы уже в городе Якутске будем их диспансерное наблюдение вести посредством телемедицины и дистанционных средств связи. А врачи в каких специальностях входят в состав мобильных бригад? Тут в основном узкие специалисты. Это врач-кардиолог, невролог, эндокринолог, врач ультразыкуот диагностики, который с собой берет свой же аппарат, педиатр, терапевт, уролог. Вот такие специальности, которые очень самые нужные. А сколько районов и населенных пунктов в целом успели объездить мобильные бригады врачей? Ага, вот за февраль месяц получается у нас 4 района арктических. Это Нижнеколымский, Среднеколымский, Абыйский и... Сейчас вспомню. Абыйский, Нижнеколымский, Среднеколымский... Момский? Нет, не Момский и... Алаиховский, нет? Устьянский, вот. А, Устьянский. Ну, в тех районах, где транспортная доступность как бы расширена и трудная, то там работали уже две бригады. И, в общем, у нас получилось, что порядка 5 тысяч человек было осмотрено. 15 тысяч примерно было профобращений и профосмотров. И из них где-то порядка 900 – это детей. Ну и 500 человек – это вот именно коренные малочисленные народы Севера. И в общей сложности мы вот посчитали даже, проехали по воздушному транспорту 12,5 тысяч километров. И по автозимнику уже 5 тысяч километров. А сколько человек в результате осмотров было направлено для дальнейшего обследования? Тут, ну, ориентировочно 500 человек. И из них тысяч человек где-то мы уже взяли на наблюдение. Сейчас вот ждем полностью окончания результаты анализов, которые мы у них брали. Там туда входят обязательно онкомаркеры, онкоцитология, ВПЧ, ну и ИФА – анализы гепатитов и гормонов щитовидных желез. После этого сформируется общий как бы реестр, и уже будем выходить на самих граждан. А какие болезни преобладают у жителей арктических районов? И если сравнивать, то какие различия с жителями центральных районов республики? Ну, тут, конечно, в первую очередь болезненные системы кровообращения – это артериальная гипертония. Самая большая часть. А ставятся ли какие-то исследовательские задачи по изучению состояния здоровья местного населения по результатам таких выездов? Да, конечно, мы сейчас после 13 районов, когда полностью вот в марте у нас же запланировано 4-5 районов, и в апреле оставшиеся 4 района мы полностью охватим. Вот с 9 марта, послезавтра мы уже должны вылететь в Момский, Верхоянский, Аллаиховский и Жиганские районы. А 23-го вылетаем в Вен-Бытантайский район. Ну, и в апреле уже 4 оставшиеся. И после этого уже, когда полностью будет картина, там уже будем смотреть именно по заболеваниям, по каким определенным направлениям. А есть ли опыт таких исследований ранее? Ну, такие были, конечно, до этого были, но не в таком, скажем, масштабе, и полностью, чтобы не было охвата именно каждый населенный пункт, именно арктические зоны. А насколько оснащены мобильные бригады дополнительной техникой? Ну, как вот сказал, да, из тяжелых, как бы, это ультразвуковая диагностика портативная получается. У нас все получается портативное, да. Электроэнцефалограф с собой берем, эхо, ну, кардиограф получается, а потом холтеровское мониторирование. Ну, и анализы берем на холестерин, на глюкозу на месте сразу же, общий анализ мочи, определение определяем. Ну, вот такие, как бы, исследования на листах. А есть ли у врачей на выезде возможность использовать телемедицину? Тут, да, тут совместно, потому что этот же проект, как бы, не только министерством здравоохранения, тут вовлечены министерства по развитию Арктики, министерства транспорта, министерства вот инноваций, плюс наши администрации районов, плюс, ну, авиакомпании, поэтому вот именно по направлению телемедицины мы работаем именно с министерствами инноваций по доступности, как бы, интернета. И сейчас вот эта работа ведется, чтобы мы уже могли отсюда напрямую выходить на связь с ними. А когда планируются подобные выезды в дальнейшем и в какие районы? Мы вот эти 13 районов оставляем, ну, будем еще осенью выезжать обязательно. Ну, в год планируем хотя бы минимум два раза такие выезды, чтобы потом уже осенью, например, поехать и посмотреть вот те рекомендации, которые врачи оставили, как исполнены состояния, как у них получше, похуже или так же. А как в целом оцениваете медицинское обслуживание на местах? Ну, мы же все понимаем, в арктической зоне есть некоторый вот дефицит специалистов, поэтому, думаю, этот проект очень важен для каждого человека вот арктической зоны. И мы вот помимо нашего вот этого диспансерного наблюдения, медицинского осмотра, планируем вообще отдельно для арктической зоны сделать маршрутизацию и такое персональное сопровождение в городе Якутске, потому что с населенного пункта, чтобы взять направление в город Якутск, им надо ехать, скажем, ну, 400 километров до центра, оттуда взять направление, сдать анализы, а потом только поехать в город Якутск. А им легче вот с той стороны, в которой они живут, приехать напрямую в Якутск и как бы сквозное поступить, ну, на обследование или там на определенные консультации. Поэтому эта работа ведется. По-моему, этого идет у нас работа сейчас по сбору стоматологической бригады, потому что тоже понимаем, что стоматологов очень не хватает, и очень важно это для населения, детского населения, взрослого населения. Ну, и идет работа по лекарственному обеспечению, когда вот федеральные льготные рецепты, возможно, чтобы мы их доставили сами туда, к ним по рецептам, населенный пункт, чтобы он не мог выезжать, скажем, в аптеку за лекарствами, а получить у себя дома. А прежде вот чем мобильная бригада отправляется в районы, жителей как-то информируют об этом? Да, обязательно. Мы работаем тесно с центральной районной больницей, с администрацией района. Проглаживается маршрут, сколько дней, потому что это зависит же от расстояния, от количества населения в населенном пункте. Ну, и полностью вся работа идет совместно с районом и с больницей. Ну, и наверняка сколько людей будет записано на прием? Да, конечно. Но тут есть понятие, что мы всех смотрим до последнего человека. Нет такого, что до скольки-то, до скольки-то работаем, мы сидим допоздна, потому что каждый человек должен получить эту специализированную медпомощь. А вообще какие отзывы у жителей арктических районов? Ну, пока только положительные. Это очень приятно слышать и надеемся, что также будем продолжать полностью поддерживать арктическую зону. Да, станут ли подобные выезды бригад врачей постоянными? Да, обязательно. Год, вот, как сказал, минимум два раза, возможно, даже больше, чтобы... Ну, главная наша задача, чтобы предупредить болезнь, ну, и качество жизни, чтобы улучшить. А с какими сложностями вы встречались на местах? Да, были ситуации, вот когда, ну, вот, примеров приведу, Устьянский район, когда мы сами туда ездили, нам говорили, что вот перед вами только что была пурга, как бы дорогу метет, а мы ездили туда на вахтовках, ну, на больших машинах, это Камазы, Уралы, и как раз вот проехали населенный пункт Нижнеянск, и после того, как мы приехали, население говорит, как бы приехали опять пурга, как бы, да, ну, как бы такое сквозное получилось, что успели вовремя приехать, ну, и начали уже, как бы, осмотр населения делать. Вот, потому что погода, сами знаете, она решает уже сама, тут уже никак, даже техника не поможет. А какой вид транспорта вы использовали, вот, в феврале, когда выезжали? Да, вот есть труднодоступный, да, населенный пункт Устьянского района, это Юкагир, там живут, вот, коренные малочисленные народы Севера, и совместно с администрацией района полярные авиалинии, вот, наш центр сделали рейс, получается, один конец, это был социально значимый за счет района, когда, вот, все наши 11 врачей вылетели в Юкагир, потому что туда дорога только либо на Буране, либо, вот, у них открывается дорога на апрель месяц, всего две недели, когда они завозят вот эти все продукты, уголь, как бы, все необходимые. И мы на вертолете приехали, и нас вертолет оставил, получается, мы полностью население, которое там было, 100% осмотрели, и на следующий день уже также на вертолете улетели после осмотра. А вот жителям этого района, например, если вы назначаете, ну, дальнейшие обследования уже в столице, то как они охотно соглашаются? Да, конечно, потому что все-таки это здоровье их здоровье, плюс либо их детей, поэтому некоторые даже уже приехали в Якутске, иногда звонят нам напрямую, что вот мы приехали, и такие-таки обследования прошли, и мы тоже поддерживаем, консультируем, помогаем, как бы. Артем Михайлович, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.